Доброе утро! Как обычно по вторникам, сегодня какой-то такой прямо бодрый, молодой и жизнерадостный солнечный вторник в Москве. Мы обсуждаем бодрый и молодой новый бизнес. Историю стартапов рассказываем вам в этом часе и стараемся приглашать людей, которые действительно раздвигают границы возможного, которые находят какие-то новые способы самореализации, используют новейшие технологии, современные достижения, образование свое. И, ну, в общем, наверное, как и все мы стараются сделать мир лучше. Сегодня у нас в гостях основатели компании Ленинкрафт, которые специализируют свой бизнес на 3D-сканировании людей. Александр Сосновский, Юлия Сарайова. Здравствуйте, ребята! Доброе утро! Вообще, звучит жутковато 3D-сканирование людей, прям почти как клонирование. Что это такое, расскажите, и зачем? 3D-сканирование — это обработка цифровых данных, полученных путем снятия изображения либо с фотоаппарата, либо со сканера. Если проще говоря, человек приходит в студию, его снимают со всех сторон, а на выходе мы получаем 3D-фигурку, точную копию человека. То есть вы сначала его фотографируете, а потом как, его отливают в гипсе или что это? Ну, в принципе, разнообразные материалы. Мы можем делать из пластика, можем делать из гипса, можем даже делать из прозрачного стекла, из алюминия, или сплав с металлами. Но сейчас популярны именно гипсовые, то есть они цвет передают, но и фактуру. А, подождите, то есть он уже, его не надо потом, после того, как ты сделал гипсовую форму, раскрашивать? Нет, не надо. То есть он уже в готовом, в цвете, вот как на фотографии, как живой. Да. А зачем люди себя 3D-сканируют? То есть в чем бизнес-идея? Ну, тут идет понятие часовые. То есть каждый человек хочет себя как-то восхвалить, увековечен, например. И, например, художники, это люди с большим часовой, они решают себя вот так увековечить. Чувства собственного величия, да? Ага, отлично. Вот. У нас был, вчера мы печатали фигурку художника одного и журналисту, и он решил подарить свою фигурку всем своим друзьям на 75-летие. Так, прелестно. Если я вам не надоел за 75 лет, то тогда фигурка моя точно вам будет напоминать обо мне 24 часа в сутки. И вы напечатали целую серию для него, да? Ну, мы пока напечатали одну, чтобы он посмотрел, сказал, что да, его устраивает, и дальше мы будем печатать полностью. Слушайте, неужели чувство собственного величия — это такой коммерчески успешный фактор, такое качество человека, которое можно вновь и вновь стимулировать и зарабатывать на этом деньги? На самом деле, за рубежом эта идея уже популярна, она работает. То есть я вот буквально вчера общалась с человеком из бенчурного бизнеса, который приехал из Америки, он говорил, что там очереди стоят в эти кабинки. Да вы что? Да, то есть кабинки установлены в торговых центрах, люди приходят туда, сканируются, да, буквально минуты проходят, и через несколько дней они получают свою фигурку. Причем фигурка может быть как по пояс, бюст, так и в полный рост. И это удивительно, ну действительно это работает, в Японии, в Америке, в Великобритании уже эта услуга идет, причем она очень популярна. То, что у вас пока представлено в таком неком эксклюзивном бутиковом варианте, да, в западном мире уже просто вот, ну, пошло в народ, и сплошь и рядом человек может воздвигнуть себе нерукотворный памятник, и Пушкин переворачивается в гробу. Ну да, потому что в Англии уже в торговых центрах ставят такие кабинки, и туда люди сначала думали то, что народу будет мало, но сейчас у них стоит очередь, они не успевают обрабатывать все заказы, то есть модельки приходят спустя два месяца у них. Да вы что? Такое столпотворение идет. В принципе, это отличный подарок, например, родителям или другу. Ну, в общем, и самому себе любимому тоже, и там, девушке любимой. А сколько времени занимает изготовление одного объекта? Сканирование занимает около от одной до пяти минут, а сама печать 10-сантиметровой модельки занимает три часа. За один раз можно в 3D-принтере напечатать, например, шесть или десять бюстов таких. А это бюст, если сканировать бюст, а если целиком человека сканировать, это сколько времени занимает? Только же. А, да? Независимо от его размеров? Да. Как интересно. Как раз зависит от размеров, на самом деле, то есть в полный рост она может быть такой же, как бюст. То есть там они по размеру даже варьируются. Ну и количество затраченного материала, то есть все от него зависит. Может быть, полая фигурка, может быть, целиковая. Но мы делаем полую, чтобы это было дешевле и быстрее. Еще в ней можно дырочки сверлить. Что? Ой, слушайте, расскажите, как вам пришла эта идея в голову, почему вы занялись именно этим бизнесом, и как вообще вы начали его строить? Я так понимаю, вас трое, да? У вас есть еще партнер Ваня Васильев. Да, есть. И эта вся история началась в Санкт-Петербурге? Да, это началась история где-то в конце августа. Я тогда искал новые пути сканирования моделей, вообще упрощения работы, чтобы не строить все модели вручную, и наткнулся на программы, которые позволяют это делать. Но у них качество было не очень, и поэтому пришлось самому как-то улучшать алгоритмы, и получился наш продукт. Но у вас же для этого должно быть какое-то особое образование специальное? Вы программист? Нет, я промышленный дизайнер. Так, а кто вам помогал улучшать алгоритм? Немножко Ваня Васильев, а так своими знаниями. В принципе, там ничего особо сложного нет. А кто изобрел этот алгоритм? Эта программа написана, и она в свободном доступе в интернете находится? Ну, их очень большое количество. Некоторые в свободном доступе, некоторые за деньги. Вы выбрали свободный? Мы сейчас несколько путей пробуем, чтобы увеличить наше качество. Но сейчас, скорее всего, склоняемся к платным программам. А кого первого напечатали-то? Первого напечатали Ваню Васильеву. Красиво получалось? Он принесет. Из гипса? Из гипса. Да, причем у нас как бы фишка нашей компании, то, что у нас есть модификация. Человек может придумать все, что угодно, и в своей фигурке это как бы делать модификацию, прилепить совершенно любой элемент. То есть можно себе рожки приделать? Да, да, да. А вплоть до... Хвостик. Фантазия ограничена абсолютно, грубо говоря. То есть можно изобразить себя в виде, там, я не знаю, какого-нибудь Неда Старка, супергероя и прочее. Ну, хорошо. Но пока это все звучит для меня как детская игрушка. Ну, прикольно поиграть, позабавиться, классно, там, сделать всех своих друзей в виде Мстителей, там, героев марвеловских комиксов. Каким образом из этого можно было построить бизнес? Как вы подошли именно к вопросу зарабатывания денег на этом? На самом деле это тестирование технологии, то есть фигурки, это, ну, такой начальный этап, далее это будет использоваться в музейном деле, то есть можно будет любой элемент музея отсканировать. То же самое Эрмитаж, там нельзя подходить к экспонатам некоторым, их можно отсканировать с помощью фотоаппарата, ну, который мы используем технологии, и получить вот этот же экспонат, отлитый в гипсе или, допустим, в железе. Можно выбирать любой материал, с помощью которого это все будет использоваться. Желез дороже, да? Естественно. И дольше? Ну, да, подольше и подороже, ну, с учетом того, что это все-таки железо. А вот из драгоценных металлов можно отливать? Можно и золото. Да. Бриллиантами можно вручную посыпать. Круто, так у вас большие перспективы, в Арабские Эмираты, я думаю, и наша рублевка могут стоять в очереди уже за собственными портретами, за портретами детей. Ну, вот с детьми, правда, проблема. Почему? Человек должен быть неподвижен в течение, там, пяти минут, потому что, когда мы снимали людей, некоторые из них двигаются, и думают, что не двигаются, но все-таки двигаются, и нам приходится потом вручную немного подрабатывать модель. Ну, стамеской. И лобзиком носик поправлять. Но дело в том, что технология, она улучшается. То есть мы буквально сейчас за меньше половины месяца мы убыстрили процесс. То есть это уже там не пять минут, а три минуты. И мне кажется, что вот если мы сейчас тоже еще больше улучшим технологию, то это все может быстрее проходить. Тем более, что у нас есть несколько подходов, с помощью которых мы людей сканируем. И все мы их используем на практике. То есть... И что это за подходы? Ну, это как раз с помощью камеры. А камеру вам пришлось покупать, да? На свои собственные кровные денежки. Так как у нас проект был практически минимальный, на старте у нас было около 10 тысяч рублей. Мы решили пойти от самого простого, то есть использовали обычную фотокамеру. С ней тоже можно, да? Да, с ней мы и делаем. Мы, например, предоставляем услугу удаленного сканирования. Например, человек живет очень далеко и не может прийти к нам в студию, или мы к нему не можем прийти. Он снимает все на видео, присылает нам, мы это видео обрабатываем, получаем из нее модель, полигональную сетку. Дальше мы ее модернизируем по его усмотрению, либо просто печатаем и отправляем по почте. Но есть камеры, которые заточены специально под этот процесс, и которые дорого стоят, но при этом результат получается более впечатляющим. Да, есть такие камеры, они стоят около 15 тысяч долларов, но результат не всегда удовлетворяет. Приходится все равно подделывать модель, чуть-чуть изменять их. Ну, на начальном этапе можно действительно, наверное, себе позволить, если не сделать камеру своими руками, то использовать подручные средства. Друзья, у нас в гостях компания Ленинкрафт. Продолжим после новостей, оставайтесь вдоль. Сегодня у нас в гостях основатели компании Ленинкрафт, которая специализируется на 3D-сканировании людей. Александр Сосновский, Юлия Сараева. Сколько стоит сделать одну фигурку? Ну, из гипса. Стоимость идет, у нас сейчас пока от 5 тысяч рублей. Ну, в общем, так, нельзя сказать, что это прям дешевый бюджетный подарок, но, с другой стороны, достаточно большое количество людей могут себе позволить эту историю. Ну, как показывает практика, люди себе это позволяют. Сколько человек у вас, я не знаю, там, в день, в неделю приходит с запросом? Ну, в неделю у нас сейчас приходит около 15 человек. Мы планируем, как раз мы сейчас запускаем акцию, чтобы снизить стоимость фигурки, мы набираем большее количество людей. Ну, и, соответственно, если они приводят своих друзей, это скидка, традиционный такой подход. Вот, и, в принципе, мы планируем еще задействовать краудфандинг, чтобы еще улучшить качество. А что вам, что нужно для качества? Действительно, купить эту дорогую фотокамеру или какие-то другие материалы, или сканер более технологичный? Мы планируем задействовать сканер. Мы не скажем, что сейчас у нас качество хромает, качество не хромает. Просто сканер нужен для большей четкости. Правдоподобия. Скорее, вот даже больше фигурка полный рост. То есть у нас как раз фигурка как бюст, да, это наша фишка фирменная. Бюст у нас вот именно такой четкий, детализация у нас хорошая, мы это уже проверили, протестировали. А вот что полный рост, да, мы собираем на сканер. А можно, то есть, ну вот этот бюст гипсовый или пластиковый, который получается, он похож на восковую фигуру, или все-таки по степени похожести на живого человека еще пока далеко? Нет, мне кажется, что скорее больше похож на живого человека, потому что восковая фигура, она такая... Глянцевая. Ну да, во-первых, она глянцевая, а во-вторых, тут все-таки такая детализация, и плюс все-таки стили разные, да. Вот мы говорим о таких фигурках маленьких, а восковые фигуры, они как бы в полный рост. То есть там прям такой живой человек немножко жутковато. Ну, на самом деле, мне кажется, что и 3D сосканированная голова там или бюст, это тоже жутковато, потому что правда очень похоже на живого человека. Мне от вашей компании приходило предложение, я знаю, что у вас сейчас есть акция, вы в качестве рекламной компании, вы сканируете разных селебрити и звезд Рунета. И мне приходило от вас письмо, как раз это с головой, прилагаемый на фотографии чьей-то сканированной. Честно говоря, я даже не нашла, что вам ответить, потому что, с одной стороны, мне кажется, это, да, очень прикольно, с другой стороны, я не хочу становиться объектом такого 3D-сканирования. Уж больно похоже на живого человека. Я не знаю, если бы я ходила мимо полки книжной, на которой бы стояла такая моя морда, то я бы вздрагивала каждый день. А потом, наверное, у меня всё-таки вот это вот чувство собственного величия настолько уже перегружено благодаря профессии, что, видимо, уже нет необходимости. Но, тем не менее, кто-то из звезд согласился на эту акцию? Да, согласились. Из блогеров, из Рунета согласился Усачев, Руслан Усачев, Юрий Хованский. Ну, мы сейчас говорим о таких блогерах, видеоблогерах скорее. А нас ещё, мы спрашивали ещё Антона Носика, он тоже заинтересовался, спрашивали Олега Куваева, который создатель Масяни, тоже сказал, что будет участвовать. Ну, как бы сейчас всех скрывать не будем, но список достаточно большой, причём люди, которые как были как у стоков Рунета, что-то вот именно создавали в начале, так и известны и сейчас. То есть вы хотите сделать эту вещь модной, сделать этот тренди, чтобы как-то лидеры, опинин-лидеры, которые в интернете задают тон, повели за собой массу к вам? Ну, мне кажется, это прикольно. Это просто люди об этом пока не знают, а когда они поймут всю крутость этой штуки, то тогда будут делать именно свою копию. Но другой вопрос, что не всем, это как бы кому-то действительно жутковато. То есть думаешь, что вот 3D-копия, а вот что мне с ней делать, вот как тотем какой-то или... Да-да-да, в этом есть что-то такое, ну, этические, не совсем корректные для меня. Хотя, с другой стороны, наверное, с психологической точки зрения это могло быть эффективно даже в качестве какой-то терапии. Пройти мимо себя самого и сказать себе, ну, и рожа у тебя иной раз полезно бывает для некоторых людей. Но я так думаю, что все-таки с другой целью люди заказывают у вас эти 3D-образы свои собственные. Я забыла напомнить нашим слушателям. 65 10 99 6 наш московский телефон. И заглядывайте на страничку программы вдоль на сайте финам.фм. Вдруг вы тоже захозите, удовлетворить свое чувство собственной важности и сделать себя любимого в этом, в нетленном гипсе. А как, скажите, пожалуйста, получается, что сразу цветная фигурка? Я не очень понимаю. А там цвет закладывается в принтер, ну, то есть это как обычный принтер. Есть же цветной, есть черно-белый, вот так бумага, печатается текст. То же самое сейчас с принтерами 3D. Просто распространены сейчас принтеры, которые простые, где один цвет, а промышленные принтеры, но они так только у профессионалов. Вот у нас промышленный принтер, который печатает как раз такие четкие точные фигурки. Но я же знаю, что на этих 3D-принтерах, в принципе, можно напечатать все, что угодно, любой предмет. Вы решили все-таки остановиться именно на человеках? Ну, не только люди, так как раньше я проходил практику по быстрому прототипированию и знаю как домашние принтеры, так и большие промышленные. И на них мы печатаем также и датчики, например, для корпуса. Это как одна из стадий макетов, она очень популярна среди художников, архитекторов и дизайнеров. То есть увидеть свою модель, не с бумаги ее собирать, а не лепить, а именно просто вырастить ее из полимеров, она выглядит намного дороже в сравнении с другими моделями. Можно, наверное, какие-нибудь внутренние органы для кабинетов биологии, анатомии. А мы сердце вырастили. Чье? Не знаю, я его слепил в программе и распечатал на принтере. Но все-таки действительно этот бизнес, с одной стороны, очень новый, и с другой стороны, мне кажется, уже достаточно много компаний, которые занимаются 3D-моделированием, изготовлением всяких предметов на этих принтерах, а вот вы нашли для себя такую нишу развлекательную скорее, да, как-то, ну вот, ну, пользы реальные, это может не приносит функционала какого-то, да, но при этом все дико радуются и участвуют в этом. Расскажите, пожалуйста, как вы, вот вы говорите, мы придумали новые акции, мы приглашаем, там, новых клиентов, 15 человек в неделю, для нас это не предел. Как вы идете навстречу потребителю? Как вы рекламируете свой продукт? У нас есть страница в соцсетях, то есть мы общаемся с людьми активно, причем мы сейчас еще делаем серию лекций, так как Саша промышленный дизайнер, он еще рассказывает о том, что он делает, помимо фигурок, он делал достаточно, занимался серьезными проектами, то есть это вот работа с теплокомом была, работа с, делали корабль, напомню, пожалуйста. Аквамарин. Аквамарин, да, то есть это прогулочный корабль в Питере. Астромарин. Астромарин, да. Моделировали этот прогулочный корабль, то есть там все-все-все детали, и в принципе, то есть ребята... И потом по этой модели его построили вживьем, да? Это был процесс очень долгий, не один в нем участвовал, там была целая команда людей-дизайнеров, даже студии разные были, вот. Но нам дали чертежи, мы сделали верхнюю часть, корпус. Да, корпус именно верхний, чтобы прогулочный катер, который катается по Неве, чтобы они закрывались во время дождя, например, или от солнечных лучей. Здорово. То есть достаточно интересная конструкция. Вот Ваня пришел. Да, Иван пришел. Я только не знаю, Ваня, куда... Вот садитесь сюда. Там есть стул? Стула нет. А, вон стул. В общем, сейчас Ваня будет греметь стульями, а мы продолжаем разговор. То есть, в принципе, опыт, там, я не знаю, взаимодействия с разными областями бизнеса уже был. К этому моменту, да? Была уже собственная студия, которая называлась Мега-дизайн, но она как бы не только называлась, а называется и сейчас, то есть она функционирует, работает. Собственно, как-то даже связан немножко со студией, возникла эта идея. Ну, то есть, работая в этой студии, Саша пришла идея, потом он поделился ей с Ваней, ну, так как и закрутилось. А как вы вообще все друг друга нашли? Почему вас трое, вас несколько партнеров, и почему, там, Саша, ты не стал это делать в одиночку? Ну, в одиночку очень тяжело такие делать вещи, особенно со сканированием, так как этот процесс очень глобальный, и тяжело его сделать. Вот, а у Ивана тоже был опыт в 3D-моделировании, вот, так как он тоже... Вы работали в одной студии? Нет, мы не работали в одной студии, мы с ним учились вместе. Ага, в политехе? Да, в политехе. В Питерском? Да, Ваня уже как бы закончил учебу, вот, а у меня она продолжается. А, подождите, а вы вроде бросили, нет? Или это Ваня бросил? Ваня бросил. Так, все, Ваня надевает микрофон, здоровается с нами. Привет, привет. Здравствуйте. Подожди, по-моему, в другую сторону, нет? А, все правильно. Скажи нам два слова. На самом деле я хотел поправить включение. Повыше. Что-то мы тебя не слышим. Алло, алло? Да, да. Вань, тогда придется подождать перерыва на новости и подключиться, ладно? У нас первый раз, на самом деле, в программе одновременно трое человек, поэтому технически приходится решать проблему по мере поступления. Сейчас ты вступишь первой скрипкой. Расскажите, как вы нашли друг друга, почему именно вы втроем объединились? Вот Ваня, Юля и Саша. Значит, вы с Ваней вместе учились. Да. А с Юлей? Мы работали в одном проекте по бизнес-инкубатору МГУ. Я пиар-менеджер бизнес-инкубатору МГУ. Мы познакомились как раз в одном из проектов. Меня Саша водушевил своей идеей, и я решила помогать ребятам раскручивать проект, придумывать интересные штуки и ознакомить их с прессой. Вот, в результате чего мне пришло от вас письмо. Хороший пиарщик, это, кстати, полдела, мне кажется. И это достаточно инновационный подход. Обычно наши все гости начинают с создания сайтов и продвижения в социальных сетях. А тут друг пиарщик, это всегда полезно. Продолжим, у нас в гостях компания Ленинкрафт. Оставайтесь с нами, мы вернемся после новостей. Новость. Сегодня с нами в доле компания Ленинкрафт, которая специализируется на 3D-сканировании людей. Компания началась, ну, как бизнес, только в августе. Самое, что у нее есть, стартап, но, тем не менее, мы уже видим в ней достаточно далеко идущуюся. И, ну, народ живо интересуется продукцией Ленинкрафта, потому что, как оказалось, чувство собственной важности, чувство собственного величия в каждом из нас есть. И почти всем хочется иметь бюстик имени себя где-нибудь у себя в библиотеке, а еще и другу подарить. К нам присоединился Иван Васильев. Вань, привет. Здравствуйте. Вы хотели что-то добавить? Ну, во-первых, я бы хотел добавить по поводу чувства собственного достоинства и чувства собственной важности. Не-не, давайте не будем путать. Чувство собственного достоинства и чувства собственной важности — это две большие разницы, как говорил Жванецкий. Ну... Человеку с чувством собственного достоинства, мне кажется, как раз не обязательно самоутверждаться, отливая себя в 3D. Совершенно верно. Я как раз и хотел сказать, что один из мотивов того, чтобы приобрести такую статуэтку — это, конечно, чувство собственной важности. Но мы, например, ориентировались... Ну, для себя у меня есть здесь фигурка стоит. Скорее из чувства юмора, чувства... Мы хотели развлечься и делать какие-то смешные, забавные, веселые вещи. Поэтому у меня фигурка... С женской грузью. Ну, это да, это метафора. Бюст с бюстом получается. Да-да-да. Очевидно, наверное. А у Саши на голове... Слизень мозговой. Мозговой слизень. Но, тем не менее, я думаю, что ведь люди, которые к вам обращаются, ну, хотя бы 50% из них делают это всерьез, правда же? Да, есть. И в какой момент вы поняли, что вот ваша, ну, вот эта игра, она реально может приносить деньги и быть неплохим бизнесом в России? Ну, мы поняли, когда я показал первую модельку, и нам сказали то, что это очень классно, потому что можно делать не обычные фотографии, а именно ставить на рабочий стол рядом с монитором, кактусом, чашкой кофе и ещё свой синий. С женой и детей, да. А, кстати, да, вот это хорошая идея. Например, или как корпоративные подарки, шахматы, например, в виде фигуры. Также можно семью сделать в виде матрёшек и играть с ними. Представляете, вот раньше стояли фотографии там о боссах, кабинетах, а сейчас там будет матрёшки, семья, вот как раз такая, 3D. Это же практически то же самое, что фотография. Когда люди получили фотографию где-то там в начале прошлого века, все были в шоке, как это можно себя сфотографировать, да ещё и в рамку поставить. Это же был нонсенс. В некоторых сообществах это вообще считалось, как сказать, ну, опасным и злые духи и прочее. И душу забирают. Да, 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 да. Скажите, а, значит, вы продвигаете эту историю в социальных сетях, у вас есть профессиональный пиарщик, который связывает вас с прессой, да? Каким образом ещё строится, ну, я не знаю, там, процесс продажи этого продукта? У вас есть интернет-магазин какой-то? Да, конечно, у нас есть сайт, ленинкрафт.ком.ру, есть социальные сети, плюс вот сарафанное радио работает очень хорошо. Вы были удивлены, но действительно так. То есть, когда одному человеку показываешь фигурку, он очень интересуется и потом рассказывает другим людям. Причём очень работает скепсис, как ни странно. То есть, человек увидел фигурку, он может сказать, ну, что это такое? Потом он думает, думает, приходит и говорит, а давайте всё-таки сделаю. Ну, это интересно, вот любопытство, оно перебарывает. Человеку всё-таки хочется увидеть себя в 3D, это новое измерение, и он тоже, вот, как мы ждали раньше фотографии, как они проявятся, так сейчас мы будем ждать 3D-фигурок. Примерно процесс похожий. А откуда взялось название Ленинкрафт? Это тоска по родине? Нет, это... Или бюст вождя у кого-то в школе до сих пор не даёт покоя? Да, история пошла как раз-таки. Мы подумали, что мы будем делать бюсты не полноразмерные. Не полнороссные. Да. А именно бюсты, и первая идея, что пришла в голову, бюст это бюст. У нас есть Ленин, Маркс... И Сталин. Да. И хотелось бы как-то себя увековечить, поставить на полку после Сталина. Ну, слушайте, бюст Сталина, я вот уже лично не застала, конечно. Почему вы переехали из Петербурга в Москву? Мы не переезжали, но мы работаем как в Петербурге, так и в Москве. То есть у нас два офиса. Соответственно, как в Москве, так и в Петербурге у нас принтеры расположены, 3D-принтеры. А так компания у нас такая в двух городах. Сейчас мы потихоньку стараемся выйти на Киев. Что для этого нужно? Для этого нужны партнеры, которые согласны продвигать нашу идею, идеологию и принтеры, соответственно. Есть люди, которых вы не печатаете? Есть единственные проблемы, которые могут возникнуть при печати, точнее при сканировании. Это блестящие поверхности и, возможно, наличие шикарной шевелюры. Но на самом деле мы недавно, буквально несколько дней назад сканировали... То есть слишком лысых и слишком кудрявых? Нет, лысых нормально. С лысыми нормально. С лысыми мы дружим. А вот большое количество растрепанных волос, вот это единственная проблема, которая может возникнуть. Но вот несколько дней назад мы сканировали дедушку одного. У него были седые волосы, густая борода, и тем не менее все получилось, поэтому даже, мне кажется, в этом случае все будет хорошо. То есть Аллу Борисовну, например, с ее львиной гривой вы бы тоже могли отсканировать? Да, естественно. К тому же, в чем плюс трехмерного моделирования, что вот мы получили отсканированную модель, и с ней можно сделать все, что угодно. В том числе, если, например, не получилось шевелюра, можно сделать с ней что-то, можно... Платочек. Да, отфотошопить можно так в 3D. Можно сделать другую прическу. Можно... Любой головной убор нарисовать. Напомню, 65 10 99 6 наш московский телефон. У нас в гостях компания Ленинкрафт, которые 3D сканируют людей и делают из этого, в общем, такие бюсты, памятники, подарки, сувениры. Я так понимаю, что вот то, что вы принесли, я надеюсь, вам видно, уважаемые пользователи интернета. В сети идет прямая трансляция нашего эфира. Вот эти самые первые бюстики, самих себя, которые вы сделали, они достаточно бледно выглядят. Изменилась технология цветок уже с тех пор? Да, технология сильно изменилась. Сейчас цвета более прозрачные, чистые и детализация лучше. Это совсем тестовые модели, первые-первые. Саша зеленоват. Мы их оставили себе, да, все остальные мы уже отдали людям, этому, к сожалению, у нас их нет. Вот, соответственно, качество будет намного лучше. Ну, то есть можно даже посмотреть, как вот это за рубежом. У них, в принципе, цвета такие, как, более... Пастельные? Более пастельные, да, и приближенные к человеческому, такому свету естественному для человека. От чего это зависит, от качества принтера? Это зависит от двух вещей. Первая — это текстура, которую мы улучшили. Там, преобразование текстуры, я думаю, Саша лучше расскажет. Да, мы занимались очень долго, решали вопрос с текстурой, ее улучшением, цветопередачей. То есть мы сейчас практически добились совершенства в этом. И вторая проблема — это 3D-принтер. Каждому 3D-принтеру должен быть свой подход. То есть независимо, если у тебя, например, есть 10 моделей, и ты напечатал их все, то они немного все будут отличаться. На одном принтере? Да. Почему? Вот такова его специфика. Из-за несовершенства технологий. Сейчас технология 3D-принтеров находится в зачаточном состоянии. Это как в свое время компьютеры, которые занимали гигантские помещения, а сейчас то же самое. Принтеры — это довольно-таки большие штуки. И технологии еще просто не развиты. Хотя на эту тему мы ожидаем… Прорыва? Прорыва, да. В 2014 году заканчивается срок действия патентов на технологию SLS. И ожидается, что будут выходить новые принтеры, которые обладают большей точностью печатания, меньшей стоимостью. Ну и поэтому… И, соответственно, вам развяжут руки эта ситуация. А слушайте, а то есть получается, что даже если я заказываю там 4 бюстика себя, то каждый там… то один будет там чуть более яркий, второй будет чуть более кривым носом. И получается, что каждый раз нужно вручную его доводить до совершенства? Не-не-не, кривых носов не будет. То есть с точки зрения… Зазубринки какие-нибудь. С точки зрения моделирования они все будут идентичны. То есть если вот один Иван и распечатать еще 4 Ивана, то они будут все одинаковые. И по цвету, ну, может быть, чуть-чуть будут отличаться, но не кардинально. Ну, Ваня вот уже говорит, что все равно все разные получатся. Ну, это с точки зрения профессионала они все разные. Потребитель не увидит разницу? Нет, не увидит. То есть с точки зрения профессионала там все вот эти вот маленькие там какие-то… Ну, все видно, да? Вот человек, который моделирует, он все это выглаживает, там все полирует, шлифует. Потому что эта работа перед тем, как отправить фигурку на печать, она тоже требует затрат временных, там, человеческих. А потом, ну, когда человек смотрит, нет, он не видит разницы. Вы сами сейчас этим занимаетесь? Или вы уже можете позволить себе донять каких-то дизайнеров? Сейчас мы пока что сами этим занимаемся, потому что основная проблема, с которой мы столкнулись в этом деле, это, ну, скажем так, сложность технологии, сложность работы с, в нашем случае, с софтом. Потому что, вот Саня упоминал, текстуры, текстуры даже не то, что текстуры, а скорее их координаты. Ну, я не буду выдавать технические подробности. Мы очень долго вот действительно потратили времени на то, чтобы разобраться с этим. И сейчас я работаю над тем, чтобы составить что-то вроде гайдлайна для... Последующих дизайнеров. Да, для моделеров, которые бы просто могли прочитать, ну, там будут какие-то типичные ситуации, чтобы они могли сами работать. А в чем проблема? Просто нет доступного софта, он очень дорогой? Или в принципе пока нет таких программ? Это очень специфичная технология. То есть просто так сделать модель... Моделеров много. Я сам занимался моделированием трехмерным с 10 класса. Вот. Но когда я столкнулся с этой задачей, я вот там месяц сломал голову, каким образом сделать так, чтобы модели были качественные, чтобы текстуры правильно накладывались, чтобы они были хорошего качества и цвета, ну и так далее. Вот. Поэтому как только я это закончу, мы сможем нанимать не дорогостоящих специалистов, а, скажем, обычных трехмерных специалистов, да, чтобы они могли просто по нашему гайдлайну исправлять типичные ошибки. Ну, то есть можно сказать, что пока все равно Ленинкрафт работает в таком полутестовом режиме, да, пока все в зародышном состоянии. То есть вы уже поняли, как это сделать, но поставить это на промышленный поток, как там. Это наша задача. Наша задача в том, чтобы сейчас обкатать технологию. И вот вы видите бюсты, на самом деле это не наша конечная цель. У нас есть далеко идущие перспективы. Мы хотим отработать технологии, чем мы сейчас занимаемся на примере узкой ниши бюстов, и потом выйти на более широкие рынки, чтобы делать не сувенирку, а бизнес. Вы хотите делать то же самое, что вот, как рассказывала Юля, происходит там, не знаю, в Японии, в Англии, чтобы эти кабинки стояли в супермаркетах? С одной стороны, мы хотим сделать кабинки, с другой стороны, у нас есть другие варианты распространения, в частности, это, например, музей, есть большое количество экспонатов, которым нельзя прикасаться. Да-да-да, Юля об этом говорила. Вот, и мы хотим поставить это на поток, то есть сканирование и создание галерей. Вы же можете составить серьезную конкуренцию скульпторам, которые делают памятники. Не конкуренцию, а сотрудничество. Сотрудничество. Например, скульпторы, когда они делают модель, они сначала берут пластилин либо глину. Вот, и им потом надо делать форму, отливку, силиконовую отливать уже непосредственно. Мы можем упрости. Очень трудоемкий процесс. Мы можем это отсканировать, распечатать в гипсе, они могут гипс подредактировать. В принципе, мы сейчас будем с ними сотрудничать в этом деле, это будет большая для них помощь. То есть в случае со скульпторами у вас будет не 3D-фотография, а его эскиз. Правильно я понимаю? То есть можно нарисовать себя, а не сфотографировать там или кого-то. И тоже из этого сделать трехмерный объект. Вот сейчас, например, у нас был заказ один сделать из рисунка барельеф. Это для частного лица? Да. То есть попросили сделать барельеф. Гипсовый? Гипсовый. А человека вы сделали в его естественной среде обитания или какого-нибудь Ганнибала из него изобразили? Македонского? Мы просто добавили высоту в картинку. То есть там было изображение, и я добавил религию. Остаемся с компанией Ленинкрафт после новостей вдоль этого Финам ФМ. Скоро расскажем вам еще. Новый. Сегодня с нами в доле компания Ленинкрафт Александр Сосновский, Иван Васильев и Юлия Сараева. Компания специализируется на 3D-сканировании людей. 65 10 99 6 московский наш телефон. Звоните, если есть вопросы, или заходите на страничку финам.фм на раздел программы вдоль. И вот как раз там вам Семен задает новую задачу. Планируете ли вы делать памятники и надгробия? Дело-то очень прибыльное. Надгробия. Памятники, да, надгробия с этим сложнее. Для того, чтобы сделать надгробие, нам нужно сначала отсканировать человека. Здесь есть два варианта. Либо мы переделываем модель по фотографиям существующим, это довольно-таки долго. Либо сканировать труп — это не очень хорошая идея. Ну, да. А если у вас в штате появится художник, который в 3D будет рисовать? Тогда, конечно. Но это будет стоить немножко дороже, чем обычная модель. Ну, понятное дело. А потом это, наверное, не стоит отливать в гипсе. Это тоже должен быть какой-то дорогой материал. Это можно фрезеровать, например. С этим проблем нет. Будет что-то в виде балерьефа, например, если фрезой пройтись. На крайний случай мы можем сделать форму для отливки и отлить в металле. Но, мне кажется, это одно из таких направлений. Может быть, кому-то покажется не совсем корректным. Но это очень прибыльный бизнес. Есть ли у вас вообще какая-то бизнес-модель? Или пока вы все-таки отрабатываете технологию и о прибыли не слишком задумываются? Нет, мы задумываемся. У нас есть планы. Мы пока не решили, каким образом точно их реализовать. Но мы знаем конкретные рынки, в которые мы хотим внедриться. А это секрет или можно... Нет, нет, не секрет. Это вполне открытая информация. Мы хотим пройти, например, музейное дело, также сканирование. Грубо говоря, моя личная идея — это создать большой музей. Сайт, на котором будут представлены все скульптуры. Как у нас, например. У них на сайте выложены все спутники. Человек может их скачать, посмотреть и так далее. Также мы хотим сканировать скульптуры, если музей нам, естественно, дадут на это разрешение. И мумий. И мумий тоже. И сделать такую базу большую. Или просто сотрудничать с музеями и делать на них, у их сайта, делать отдельную страницу. Виртуальные каталоги такие, да? То есть люди, которые из других городов, даже стран, смогут ознакомиться с моделями. Они будут высокой точности посмотреть. Да, и, кстати, это может быть очень выгодно, опять же, если работать с аукционными домами. Потому что, ну, зачастую какие-нибудь шедевры, наверное, не всегда можно посмотреть и пощупать тоже вживую. Также с интернет-магазинами можно работать. Насколько я знаю юмор, то у них на сайте одно время было можно посмотреть 3D-модель. Это, кстати, очень, да, это, кстати, всегда очень круто. Особенно, если ты покупаешь какие-то серьёзные вещи, там, обувь или мебель. Посмотреть, как это со всех сторон выглядит, это дорогого стоит действительно. А вы не пытались с кем-то взаимодействовать? Мы сейчас общаемся насчёт этого. Но это уже не сканирование людей. То есть всё-таки вы не ограничиваетесь только на человеческих изображениях. Конечно, у нас большой спектр, и мы хотим как раз-таки его занять. Потому что этот рынок открытый, и так как мы смогли сосканировать человека, мы сможем сосканировать практически всё. Но, правда, со стаканами будет проблема. Почему? Потому что это стекло. А стекло имеет свойство преломлять и отражать. Ага, вот это то, о чём вы говорите. Блестящие штуки сканировать. То есть в магазин посуды не стоит обращаться? Просто там нужно будет другое оборудование. Сейчас с той технологией, которая у нас есть, с бликами проблемы. Через какое-то время мы купим дорогостоящее оборудование, и там можно будет сканировать что угодно. То, что вы сейчас уже делаете, позволяет вам как-то развиваться, вкладывать деньги в бизнес? В тот же, ну там, я не знаю, покупать новые программы, или там копить на новый принц? Потихоньку, да. Ну, недавно мы купили сканер, не сказать, что он дорогущий, но смогли себе это позволить. Юль, вы всё-таки, как пиар-человек из бизнес-инкубатора МГУ, наверное, как никто могли бы рассказать нам о бизнес-планах, да? То есть есть ли, например, у ребят планы дополнительное образование получить? Не только техническое и дизайнерское, которые и так уже сейчас вполне применяются ими, да? Но и всё-таки, если из этого строить какой-то полноценный бизнес, наверное, придётся осваивать новые знания, нет? Я думаю, что это возможно, это во-первых. А во-вторых, ребята, ну как, они постоянно совершенствуются, то есть любую технологию, которая сейчас используется на Западе, они стараются как-то мониторить в интернете и как-то вот всё проследить, посмотреть видеоуроки, как это всё делается. А плюс мы постоянно мониторим рынок на Западе. И вот я к своей радости и к своему удивлению увидела, что крупные бренды, такие как Coca-Cola, они тоже заказывают для своих потребителей такие фигурки. То есть у них сейчас был первый приз победителю конкурса Coca-Cola — отсканировать человека в полный рост. Плюс сейчас, наверное, слышали... Ну, теорию большого взрыва знают, наверное, все. И там была серия как раз про то, как главные герои сканировали друг друга в 3D. Причём там был Kinect, который мы тоже использовали, протестировали. И, как бы, в принципе, можем человеку в реал-тайм режиме показывать его фигурку. Kinect, вы имеете в виду, это датчики... Датчики движения, которые улавливают человека по точкам, грубо говоря, по маркерам, и улавливают его движение и передают в игру. То есть человек может прыгать, то есть как Xbox работает. Да, а каким образом это можно сочетать с моделированием? Вы же сказали наоборот, что человек должен быть абсолютно неподвижен. В момент сканирования должен быть неподвижен. Но если он двигается, естественно, у него увеличивается площадь, то есть полигоны новые создаются. Из-за этого, может, всякие арт-объекты получаются. Например, мы человека сканировали... Четыре руки. Там было, по-моему, даже больше. Ваня точно знает, так как он... Да, этот человек дважды торчал из самого себя. И у меня возникла идея, что было бы неплохо это распечатать и поставить. Это смотрится очень необычно. То есть вы сканируете его и через Kinect показываете ему, как он двигается? Нет, просто Kinect — та технология, которая позволяет отслеживать движение. Она же самая. В Microsoft сделали технологию, которая называется Fusion. И ее можно использовать для... Она оценивает расстояние до объекта. Так. И если сложить много-много вот этих вот... Ну, грубо говоря, фотографий глубины до объекта, то можно получить 3D-модель человека. Она будет не очень хорошего качества. И либо ее нужно дорабатывать, либо использовать более дорогие аналоги. Мы отказались от Kinect, потому что мы сейчас сканируем лицо и глаза, например, с его помощью увидеть невозможно. Да, нужно более точное. Никакой геометрии там не видно. Но все-таки у меня создается сейчас впечатление, что вы все равно в большей... Поскольку у нас программа про бизнес, про стартап, вы сейчас гораздо больше заточены на науку и технику, нежели на бизнес и финансы. А это не совсем так. Ну, то есть у нас есть сейчас план развития... Ну, как бы ребята не сказали, у нас есть план развития на ближайшие полгода. И, в принципе, как мы будем развиваться в плане бизнеса, у нас есть понимание. Что вот мы начнем с фигурок. Это наш имиджевый проект. Мы так хотим привлечь внимание к нашему проекту с помощью и медиа, и специальных компаний, которые будут, как я уверена, интересными и яркими в ближайшем будущем. А в дальнейшем у нас уже будет именно такая серьезная B2B сотрудничество в плане вот с такими корпорациями, которые работают с технологиями, как музеи и так далее. Ну, как бы сейчас планов всех раскрывать не будем, но у нас есть уже такое понимание того, что у нас... Как мы будем двигаться в дальнейшем. Это первое. А второе, вот вы спросили про бизнес-образование. Мне кажется, да, что в будущем это возможно. Но, как ни странно, мы сейчас вот даже... У нас была поездка в Киев, вроде бы вот как просто конференция. Но мы понимаем, что сейчас очень много людей в этом все задействовано, интересуются, чтобы мы даже, будучи в Киеве, узнали уже, вот как это у них реализовано, и у нас вот такой обмен опытом происходит. То есть вот такие живые контакты, они даже вот... Как раз в чем прелесть бизнес-школы, то, что там люди, которые уже работают в бизнесе, и которые имеют опыт, они там как бы крутятся и вертятся в этой среде. И делятся. Да-да-да, и делятся. А тут как бы это все естественно происходит, когда мы находим людей в интернете, на конференциях, мы с ними взаимодействуем, контактируем, обсуждаем технологии, что мы можем сделать как сейчас, так и в будущем. Но с другой стороны, это же... Если так много уже людей этим занимается, и такая высокая конкуренция, то нужно каким-то образом изобретать уникальное что-то свое. Поэтому, да, мы придумываем всякие специальные акции, и как мы можем это все использовать. У нас постоянно идет вот мозговой штурм. Прямо очень много времени на это тратим. Стараемся ничего не упускать и следить над тенденциями как России, так и в мире. Чего вам сейчас, ну, кроме технических достижений, не хватает для полноценного именно бизнес-развития? Ну, мне кажется, что мы рассматривали вариант вот как раз с инвестициями, а скорее всего нам вот не хватает инвестиций именно на оборудование. А в целом, в принципе, вот по маркетингу у нас есть стратегия, как мы будем действовать. Скорее вот, да, по оборудованию. Но есть вариант, что инвестор придет и захочет долю в компании. Ну, конечно, мы понимаем, да, что, естественно, что это вложение, что оно должно как-то окупаться. И доля — это совершенно, как бы, естественно. А какой порядок инвестиций? Может быть, нас сейчас слушает ваш потенциальный инвестор. 65 10 99 6 наш московский телефон, финал.фм сайт. Есть страничка программы в доле. Сколько денег мне хватает? Мне хватает сейчас порядка 2 миллионов рублей. Но это не такие большие деньги. Совершенно верно. На то, чтобы купить какой-то новый сканер. Или софт. И сканер, и софт, и еще пару вещей, которые нам тоже необходимы. Чтобы, например, светооборудование улучшить текстуру. Потому что свет — это главное сейчас. Одно из приоритетных проблем, которые мы сейчас решаем. Ага, то есть мало сделать фотографию. Все-таки это должен быть более-менее профессиональный фотоснимок, да? Чтобы получилась текстура хорошо. Если нам нужна текстура, то нам нужно хорошее освещение. Тогда вам нужно... В итоге в идеале нужно нанимать профессионального фотографа? Нет. Нам нужен просто хороший свет. А то есть, смотрите, если света меньше, то приходится вручную выстраивать точки. Просто больше работы ручной. А если свет хороший, то, соответственно, уменьшается работа человека. То есть упрощается процесс меньше времени. Спасибо огромное. Ужасно интересно будет поговорить с вами через год, когда вы найдете своего инвестора, купите свои сканеры и свой свет. И это дело уже пойдет в какой-то более-менее промышленный масштаб. Я надеюсь, что у нас это случится. В программе «Вдоль» сегодня была компания «Ленинкрафт» 3D-сканирование людей. Обращайтесь. Никому не помешала фигурка самого себя на письменном столе в кабинете. В короне.